Добрый день, это программа «Парадокс», в эфире ведущий Степан Демура. На этой неделе радиостанция «Финам.ФМ» отмечается у юбилей, 5 лет. Поэтому мы поговорим о роли радио в современной жизни, в современном обществе. И у нас в гостях Константин Эггерт, главный редактор, коммерсант «ФМ». Добрый день, Константин. Добрый день, Степан. Спасибо, что пришли. Вам спасибо, что позвали. Пока готовился к эфиру, узнал, что у вас очень интересная биография. Ну, да. Такая очень интересная биография. Не зря, да, мне кажется. Да, сначала вы работали в газете «Известия», потом на радиостанции «Эхо Москвы», а потом возглавляли бюро русской службы «Би-Би-Си». Да, со второго по девятый год. Да, я даже немножко больше скажу. На «Эхо Москвы» я работал параллельно с «Известием». Это была фактически моя вторая работа. Там штатная никогда не было. Но спасибо, Алексей Алексеевич, что приютил меня на протяжении, там, сколько, семи лет, кажется, или шести с половиной. А на «Би-Би-Си» я пришел в 98-м году, а вот главным редактором бюро стал в 2002-м. Да, и работал до начала 2009-го года. Даже в 2008-м году вы были удостойны ордена Британской империи. Совершенно верно. Ее величество наградило меня за работу на «Би-Би-Си». Само Ее величество? Нет, не само Ее величество. Посол Ее величества в Москве иностранцам, члены королевской семьи, вручают ордена только в случае, если они награждены орденами, там, ну, первой-второй степени, условно говоря. У меня не такому высокому уровню орден Британской империи. Так что вручают, в таких случаях по традиции, это прием в посольстве и вручение в посольстве. А за какие заслуги перед Британской империей? За работу на «Би-Би-Си». За работу на «Би-Си»? Да, да. А в чем заключалась ваша работа на «Би-Си», что вы получили орден? Вы знаете, я думаю, что тогда вот еще существовала русская служба «Би-Би-Си» радио. Она есть сейчас, и там много очень любимых коллег работают. Но тогда у русской службы «Би-Би-Си» было радио. Мы всячески старались его продвигать в России. Это было довольно сложно в силу экономических и политических причин, скажем так. Но, как мне кажется, учитывая это, учитывая то, что именно тогда был в тот период был создан, запущен сайт русской службы «Би-Би-Си», который, в общем, по-прежнему прекрасно живет, все это вместе все-таки помогло, наверное, создать и закрепить какой-то образ «Би-Би-Си» в России как такого, если хотите, может быть, средства международного общения для русскоязычной аудитории в разных странах мира. Ну и, наверное, какая-то небольшая доля моего вклада в этом есть. То есть по-научному урожаясь, как теперь говорят, вам удалось занять рыночную нишу? Я думаю, что нам удалось создать тогда некий, да, действительно такой очень отличный от других образ, что ли, и присутствие какой-то на рынке, который сохранится до сих пор, даже после того, как в 2011 году вещание «Би-Би-Си» на средних волнах и на коротких волнах было прекращено, ну а «ФМ-частоту» получила в сторону России. А почему они это сделали? Почему прекратили вещание, если не секрет? Мне кажется, что это было связано с экономическими причинами. Дело в том, что «Би-Би-Си», радио «Би-Би-Си», русская служба, не вещала уже в полном объеме, то есть не вещала там 24 или хотя бы там 20 часов в сутки к этому моменту, и поэтому очень сложно было найти партнера, с которым можно было выйти, скажем, на «ФМ». А информационная станция, если она не на «ФМ», то ей довольно трудно, конечно, справляться с проблемой. «Би-Би-Си» работала на «М»? Да, работала на средних волнах и на коротких волнах, и в какой-то момент стало ясно, что это, в общем, будет практически уже невозможно. Ну, кстати, это произошло тогда, когда я уже ушел с «Би-Би-Си», и было принято решение закрыть радиовещание и переориентировать ресурсы на, так сказать, онлайн-сервисы разного рода, на видео, на подкастинг, на текстовые файлы, на картинки и так далее. Ну, в общем, кажется, мультимедийное такое присутствие в сети, и вот, так сказать, сейчас это все довольно хорошо развивается. Тут, когда несколько месяцев назад я был в Лондоне, по своим делам зашел, посмотрел, как коллеги обустроились на новой штаб-квартире. В новой штаб-квартире в районе Оксфордс-Экос была очень интересная, современная такая штаб-квартира, дизайнерская. И, что самое интересное, там такая синергия возникла между языковыми службами «Би-Би-Си» и работой англоязычных служб, включая телевидение «Би-Би-Си Уорлд Ньюз», например. Там очень часто теперь бывают эксперты из, там, ну, я не знаю, из бразильской, или из русской, или из украинской службы, объясняя, так сказать, аудитории, что происходит в их соответствующих, так сказать, в их регионах. Так что, на мой взгляд, «Би-Би-Си» только выиграла от этого, и я желаю своим бывшим коллегам всяческого успеха в сети. Вот у нас есть тоже, насколько я понимаю, такой аналог, рупор, это «Раша Тудей». Как вы сравниваете эффективность работы «Би-Би-Си» и «Раша Тудей»? Мне кажется, очень разная основа у этих двух организаций. «Раша Тудей» является, так сказать, ну, де-факто государственным каналом, который, собственно, и финансируется, по сути дела, из госбюджета. Все-таки «Би-Би-Си» и «Телевидение Би-Би-Си» — это общественно-правовый вещатель. Да, там есть свои особенности, связанные с и навещанием. Там действительно есть некий, там, небольшой вклад со стороны, например, там, форин-офиса, но, Министерство иностранных дел в Великобритании. Но мне кажется, что разница, конечно, в подходе, таком подчеркнутом, если хотите, объективизме «Би-Би-Си». Да, везде работают люди, везде бывают какие-то, значит, закосы и сбои и так далее, но такая подчеркнутая отстраненность, подчеркнутая, если хотите, желание продемонстрировать все точки зрения, немножко отстраниться, она, конечно, присутствует в Russia Today, однозначно есть своя редакционная линия, которая кому-то нравится, кому-то нет. Вот Джулиану Ассанжу, она, очевидно, нравится, поскольку он у них в эфире ведет программу. Значит, и я думаю, что здесь вот существует, конечно, определенная разница в том, как, собственно, даже и как воспринимаются эти каналы. Ну, я, знаете, не очень люблю давать оценку работе коллег, так что ограничимся этим пока. То есть, просто мне самому стало любопытно, это, то есть, получается, разница в неком философском подходе к подаче новостей? Вы знаете, да, потому что, скажем, госвещание есть и в целом ряде европейских стран, и в отличие от Великобритании там тоже есть прямые государственные субвенции, так сказать, прямое государственное финансирование телевидения. BBC, большая часть телевидения BBC финансируется так называемым лицензионным платежом, то есть, все владельцы телевизионных приемников в Великобритании платят раз в год налог, там, я не помню, порядка 180, что ли, фунтов, то есть, что-то типа 9-10 тысяч рублей, условно говоря, на содержание общественного правового вещателя под названием BBC. Мне кажется, эта модель постепенно будет трансформироваться, и постепенно то, что в общественных правовых вещателях, в их, так сказать, продуктах, соответствует, или может быть, может плыть в море коммерции, может выжить коммерчески, ну, например, в BBC есть такой «Радио-1», это поп-музыкальная станция, по сути дела, и очень странно, что ее содержат британские налогоплательщики, да, вот это все, по идее, будет, я так думаю, в перспективе приватизироваться. Другое дело, что если мы говорим о, ну, например, программах классической музыки, о серьезных дискуссиях каких-то таких политических, долгих, то это продавать довольно сложно, собственно, если, особенно, если это объективная, такой подчеркно-объективистский подход. Вот. И это, наверное, будет оставаться в рамках вот этого, так сказать, публично-правового финансирования. Ну, тогда получается. Есть еще одна вещь, Степан, скажу, вот задали вопрос про философию, да, это вопрос философии самочувствия и традиций. К большому счету, я думаю, что если завтра BBC перестанет получать вот этот, вот этот вмененный налог, который собирают среди всех британцев, все равно вот эта философия некоторой, так сказать, отстраненности, некоего презентации всех точек зрения, она, конечно, останется. Это нечто, что вот генетически вырабатывается в генах, так сказать, любого, любой медийной организации. Это вот то, как она себя видит. И на BBC работать не очень денежно, я вам сразу скажу, но очень приятно, потому что там есть такая этика внутренняя, и есть большая гордость за то, что, ну, по сути дела, эта компания научила сначала радио, потом телевизионному вещанию весь мир. И в этом смысле, я думаю, что есть такая еще, знаете, гордость принадлежности к определенной марке. Ну, и плюс орден Британской империи. Ну, слушайте, я же не за орден работал, но когда я не думал, что мне его дадут. Ну, ведь кто заказывает музыку, да? Нет, Степан, вот мне музыку никто не заказывал. За 10 лет работы на BBC мне ни разу не позвонил никто, ниоткуда, и не сказал. Знаешь, Костя, вот давай у тебя в эфире там Иванова не будет, а Сидоров будет побольше. Вот этого не было и быть не может, потому что с точки зрения журналистской в BBC существует очень четко прописанное правило работы. Существуют так называемые правила поведения журналиста BBC, или правила работы, точнее, журналиста BBC, продюсерс-гайдлайнс по-английски, которые постоянно меняются, адаптируются. Единственное, о чем можно говорить, ну, например, речь идет о, скажем, освещении террористического акта в прямом эфире. Да, тогда, если искать что-нибудь чудовищно кровавое, то может быть какая-то там задержка кадра, может быть, там, не знаю, минуту с тем, чтобы решить вообще, это может идти в эфир или нет. Но о том, чтобы редактировать контент и в ручном управлении определять, кто имеет, а кто не имеет права быть в эфире, об этом речи вообще нет. И в этом смысле на BBC всегда приходил и уходил с работы со спокойной совестью. Никаких, скажем так, черных списков гостей, которых можно приглашать. Ну, смеете, что ли, конечно. Знаете, к сожалению, это вообще проблема. Вот ваш вопрос, он для меня очень характерен. Мне часто задавали, когда я работал на BBC, и никто не мог поверить, что действительно мной никто не командует. Для того, чтобы тобой никто не командовал, это все очень просто. Ты должен сохранить предельную отстраненность такую вот, презентовать все точки зрения. Может быть, даже что-то анализировать, но не высказывать свое мнение. Я думаю, что вот там на этих выборах должна победить по партии АЭБ. Константин, извините, мы должны прорваться на новостной перерыв. Добрый день, это снова программа «Парадокс». У нас в гостях Константин Эггерт, главный редактор «Коммерсант-ФМ». Мы говорим о его работе на BBC. И вообще сегодня у нас на этой неделе пятилетие программы, вернее, радиостанции «Финам-ФМ». Поэтому говорим о радио в целом. Вот так вот очень интересно все от вас это слышать по поводу работы на BBC, потому что сейчас вы окунулись в российскую действительность, работаете на российских работодателей. Если я не ошибаюсь, нам и господин Греф, и господин, по-моему, замминистра связи объяснили, кто такие журналисты и какие функции они должны выполнять. Есть разница? Вы чувствуете эту разницу или нет? Конечно, разница есть, прежде всего, потому что я работаю на частной станции. Значит, надо еще деньги зарабатывать. Но мне кажется, что в том, что касается нашей работы журналистской, все-таки важно не пускать в свою жизнь цинизм. Это вообще довольно циничная профессия. И просто это почти как вирус. Ты вынужден смотреть на мир через определенную призму. И освещать события, которые, скажем так, часто не внушают тебе какого-то вдохновения по поводу будущего человечества. Но мне кажется, это важно для каждого. Все-таки не сохранить какие-то такие внутренние, если хотите, нравственную шкалу какую-то. И не сбиваться на это представление о том, что кто платит, заказывает музыку, что все заранее предопределено, что абсолютно все продаются и покупаются. Мне кажется, на сегодняшний день то, что как раз очень сильно мешает российской журналистике. И мне кажется, это то, что вообще мешает жить в стране. Потому что мы очень часто живем сегодня, даже когда речь не идет о нашей с вами профессии, Степан, но вообще о том, как живет страна. Мы очень часто легко поддаемся какому-то мифотворчеству по поводу того, что ничего в мире не происходит просто так, что за всем всегда кто-то стоит, что, знаете, если в мире что-нибудь случается, то это обязательно из-за нефти. Вот надо, мне кажется, немножко более, как это ни странно, третий, наварить на вещи. И во всем это масоны, это понятное дело, да. И, как мне кажется, вот от этого такого слегка даже конспирологического взгляда на мир нужно отказываться, потому что это, в общем-то, на самом деле мешает жить, потому что мир устроен намного сложнее, чем нам предполагают те, кто создает теории Загоров, потом их пропагандирует. Ну, там есть не только пропагандисты, но есть и люди, причем есть, на мой взгляд, очень интересный такой индикатор, лакмусовая бумажка, если хотите. Если вы падаете в точку, теория Загора или заговорщик падает в точку, его тот же обвиняют заговорщиком, еще кем-то. А если мимо точки, то позволяет существовать. Не замечали? Нет, не замечал, честно говоря. Наверное, вы близко просто с этим так не сталкивались. Я тоже не сталкивался, да. Я не сильно общаюсь в кругах, где теории Загоров популяции. Вы общаетесь с самими настоящими заговорщиками. Ну, конечно, да. А вы же работали в Эксон Мобиле. Главный масон России, да. Не главный масон России, это Богданов. Нет, не Богданов, нет. У нас есть главный масон, он в рясе, в ранге, все нормально. Труняев вспомнил, Труняев, главный масон. Но ведь вы же еще работали в компании Эксон Мобил. Работал. То есть вы практически близки на одной ноге с Рокфеллерами? Знаете, вы не смеяться, Рокфеллеры в сегодняшней структуре акционерной Эксон Мобил владеют каким-то совершенно унизительно маленьким количеством акций, там что-то, может быть, 0,3%, что-то типа этого. И на как раз принятие решений они не оказывают никакого воздействия. Оказывают воздействие, в общем, действительно собрания акционеров, которых много. Эксон по капитализации, если я не ошибаюсь, регулярно спорит с Walmart за право называться компанией номер один в разного рода списках, типа 500 крупнейших компаний Financial Times и так далее. Крупнейшая нефтяная компания. И они крупнейшие, да, публичные. Когда можно, нефтяные компании делятся по-разному, так сказать, их крупность оценивается по-разному. Кто-то там по величине запасов, самый крупный. Капитализация. Но по капитализации это самая крупная публичная нефтяная компания в мире. И поработать в этой сфере было очень интересно. А если не секрет, чем вы там занимались? Не секрет, это есть во всех справочниках. Я занимался там отношениями с правительством и связи с общественностью. Диар, все. Диар, джар. И потом все-таки ушли снова на радио. Ну, был кризис, там была определенная реструктуризация в компании. И, да, так сказать, не будем вдаваться в детали, но мы очень хорошо, кстати, тепло расстались. Вот. И я какое-то время был вообще таким человеком независимым, жил, что называется, на свои. Ну, а потом получил приглашение прийти в Коммерсант-ФМ и вот, так сказать, пришел. Ну, вот вы сейчас стали руководителем практически радиостанции. На ваш взгляд, вообще, вот радиобизнес, это рентабельный бизнес или нет? Значит, мне кажется, все можно сделать рентабельным. Я думаю, что у нас есть примеры радиостанции, правда, в основном, в основном, не исключительно, но в основном в сфере музыки, что на самом деле, в общем-то, понятно. Потому что информация, это дело затратное, это очень дорогая вещь, что на телевидении, что, в общем-то, на радио. И я думаю, что таковой она и будет оставаться, потому что, в общем-то, число людей, которых интересует глубокая проработка новостей, во всем мире не очень большое. И таким образом ты обслуживаешь очень небольшие сегменты. Ну, а у детей, которые сто процентов интересуют, там, какие-то вещи очень, может быть, серьезно, но таких людей, возможно, явно меньше, чем тех, кого интересует, там, Леди Гага или что-то еще. Поэтому это традиционно. Затраты на новостную журналистику вообще велики. И мне очень интересно, как пойдет этот процесс, причем не только на радио, но и в других медийных сферах, покуда они пока существуют. Потому что речь идет, конечно, о том, что мы постепенно все сливаемся в один, так сказать, мультимедийный поток. Потому что сегодня есть огромное количество новых факторов, которые уже невозможно не учитывать. Это и так называемые гражданские журналисты, это и возможность довольно быстро найти людей, которые, может быть, что-то опишут или оценят вам намного быстрее, чем корреспондент, который пока доедет, там, условно говоря, до района землетрясения или войны, потеряет много времени. Это, в общем-то, конечно, и возможность получать немедленно и звук, и картинку, и все, что хочешь. При этом есть у этого процессы и минусы. Вы никогда не знаете, что вы получите. В результате получается, что в этом гигантском море опять нужен компас. Вы должны отобрать то, что надежно, то, что ненадежно. Но, в конечном счете, от этого зависит, в любом, ну, если мы говорим о частном бизнесе, здесь зависит и ваша репутация, возможность... Ну, иногда и принятие решений зависит от качества информации. Простите, вам на суд могут подать, если вы что-то такое не то, значит, дали в эфир, что-то не соответствующее действительности. Это бьет, соответственно, и по рекламодателям. Поэтому жизнь стала интересней, но, на мой взгляд, сложнее в эпоху интернета и социальных сетей особенно. Поэтому мне очень интересно, куда все это пойдет. Совершенно ясно, что, наверное, через какое-то время у нас будет одно какое-то такое средство массовой информации, в котором будет все. Текст, звук, картинки и так далее. Получается, мы идем по пути Орвала. Ну, я скажу, что-то, конечно, в этом есть такое, что, скажем, не позволяет мне только говорить о том, что это счастье, вот это новый информационный мир, потому что наверняка возникнут новые опасности, о которых мы сейчас не думаем. Ну, а какие? Ну, вот для меня одна из главных проблем — это компас. То есть проверка достоверности информации. Проверка достоверности, потому что в конечном счете, скажем, когда... Вот расскажу вам пример, когда я работал на BBC, я уверен, что так продолжается до сих пор, людям, поступающим на работу, им предлагается тест, причем они проходят многоступенчатые тесты, письменные, там, и устные и так далее. И уж открою, так сказать, такой секрет. Один из вопросов, который обычно задается, это следующий. Вы сидите ночью в ньюзруме, да, вы дежурный редактор, и вы снимаете с экрана, с дисплея своего компьютера сообщение информационного агентства, Рейтер, скажем, Рейтер, что по сообщениям источников Рейтер, хотя у Рейтера, кстати, тоже своя система проверки информации, ну, скажем, политик Икс спал жертвой покушения. Это было всем недавно с Собамой. Значит, вот именно. И вопрос, который задается к кандидату на работу на BBC, это что вы делаете в этой ситуации? И, в общем, наверное, в 99% случаев, может быть, 98%, я всегда слышал ответ, ну, как, немедленно, это надо немедленно, два варианта, либо, нет, немедленно надо выдать в эфир, либо мы выдаем в эфир, но говорим, что это сообщает Рейтер, говорим, что это наша информация. А на самом деле правильный ответ вот какой, вы ничего не даете в эфир, пока у вас не поступило второго независимого подтверждения. Проверить надо. И, ну, были случаи, когда люди так отвечали. То есть у меня приняли на работу? Вас 100% приняли, да. Так что, так сказать, напишем вам рекомендательное письмо, Степан, если захотите. Спасибо. А вот это, возвращайтесь к нашей теме, быстрота информации, она, конечно, подрывает надежность, никуда не деваться. А, Константин, а она актуальна, вот если так разобраться, быстрота подачи информации? Понимаете, все, вот самое интересное. Ну, я имею в виду, вот если мы возьмем сегмент делового радио, да, мы сейчас сидим на формальной деловой радиостанции, и вы тоже работаете руководителем, делового радио он называется у нас. Быстрота подачи информации актуальна? Я почему спрашиваю, ну, скажем, проходит собрание сайта директоров, скажем, Газпрома, да, не реклама компании, а, например, голубая фишка. И вдруг приходит информация, что принято какое-то неожиданное решение. Начинается, скажем, либо обвальный рост котировок, типа умненный язык, рост, либо обвальное падение. Обвальный рост котировок, это... Ну, с ним сейчас это и происходит, да, если график развернуть наоборот, как раз оно и получится. Ну, хорошо, ну, кто-то успел принять, но ведь основные игроки рынка, они все равно сидят перед мониторами. Поэтому насколько актуально здесь время подачи информации в противовес, скажем, достоверности и глубине подачи информации. Вот вопрос, какой я хотел вам задать. Отличный вопрос. Думаю, что, в общем-то, если вы строите свой медиабизнес в надежде... Извините, Константин, но мы должны прорываться на новостной перерыв. Мы снова в эфире. Программа «Парадокс» ведущий Степан Димуров. В гостях у нас Константин Эггерт, главный редактор «Коммерсант.ФМ». И мы рассуждаем сегодня о радио. Извините, что я спорвал. Пора спорвать. Значит, вот что я хотел вам сказать. Я думаю, что... Нет, оперативность, конечно, важна. Но мое личное, вот такое субъективное, может быть, ощущение, что в долгосрочной перспективе, особенно если вас какую-то серьезную долю эфира занимают деловые новости, конечно, достоверность информации, по-моему, приоритетнее. Потому что, во-первых, вас могут ждать судебные иски. А во-вторых, если вы строите долгосрочный бизнес... В России не так много компаний, не так много бизнесменов, которые смотрят вперед на 10-20 лет. В этом плане мне, кстати, было довольно сложно адаптироваться к работе в «Эксмобил», потому что там перспектива разработки месторождения, это там 40, может быть, 70 лет. И тоже на своем смысле, что ты, в общем-то, может быть, и не увидишь, когда его закончат разрабатывать. Так вот, здесь, мне кажется, если смотреть на долгосрочные перспективы надежности твоей репутации, то, наверное, все-таки иногда следует, что называется, кондуктору нажимать на тормоза, смотреть на какие-то вещи более вдумчиво, проверять информацию. И, как вы справедливо заметили, мне очень понравилось слово, которое вы упомянули, употребили глубина. Вот в чем, на мой взгляд, конкурентные будут преимущества новостных, в том числе и радиостанций, информационных радиостанций и соответствующих ресурсов? Я думаю, в глубине подачи и анализа, потому что выдать сегодня что-то можно за 3 секунды с мобильного телефона. Обычно уже не нужно агентство Рейтер. Вы что-то выкладываете на свой Фейсбук с смартфона, и привет горячий, это новость. И куча лайков. Да, и куча лайков. Мой кот нюхает цветы. Но вот глубина, оригинальность анализа, его способность или качество этого анализа, к чему он ведет, можно какие угодно туру с на колесах развести, потом выяснять, что все это было не так. Вот это все будет, мне кажется, по-прежнему актуальным будет, потому что человеческая натура все-таки пока не меняется. Меняется наше восприятие новостей, меняется наше восприятие того, что такое новость. Но человек-то остается человеком. Вот, скажем так, не то чтобы подачу новостей, а фильтрация новостей происходит, она должна быть или нет? Или просто, как вы считаете, нужно выдавать и обсуждать любые новости в эфире, либо какие-то новости должны вообще не затрагиваться? Ну, смотрите, какие-то новости, например, вероятно... Ну, например, ну вот смотрите, очень интересная ситуация складывается просто... А можно я отвечу? Ответьте хотя бы. Значит, если мы говорим о формате радиостанции, ну, например, есть развлекательная радиостанция, которая дает определенное какое-то количество новостей. Ну, наверное, для них заявление Греф о том, что там предположенный Сбербанк будет разделен, например, к примеру... Ну, это не их формат. Это не их формат. Значит, им важнее, там, словно говоря, с какой-то там новой подругой пришел там Брэд Питтс на какой-нибудь прием. Я-то имел в виду именно вот по тематике станции, пожалуйста, есть формат станции. Давайте будем говорить о деловом радио. Ведь не всегда же все важные новости обсуждаются, насколько я знаю. Просто из моего опыта работы не на этой радиостанции, не на Финам-ФМ, ни в коем случае. Вы знаете, я думаю, что у меня такого в моей практике не было. Мы можем обсуждать, ну, это нормально, наверное, есть ли у аудитории, может ли у аудитории быть интерес к той или иной новости, в какой степени той или иной новости соответствует, ну, я не знаю, если хотите, образу радиостанции, то есть о чем-то можно говорить более подробно, чем-то менее подробно, что-то публика скажет, что это вообще. Но вот как принцип, если мы говорим как принцип, я не думаю, что должны быть какие-то, я не знаю, там, запретные темы, ну, почему не обсуждать бизнес в широком масштабе. Я знаю, я представляю себе, что, конечно, могут быть ограничения, особенно в таких вот обществах переходной демократии, как Россия. Но вообще-то, я думаю, вы должны исходить только из того, как вы видите свою аудиторию и что вы ей хотите предложить. Ну, интересно ей это или нет, нравится ей это или нет. И только это и должно быть вашим компасом. А вот выникальность на тем, что, в принципе, в чем был талант Стива Джобса, да, что он создавал спрос на свои гаджеты. Ничего особенного он в истории не внес и не сделал. Ну, бесполезные гаджеты практически. Но он сумел создать спрос на свои гаджеты. Вот, ведь и радиостанции, работая в каком-то формате, они же могут создавать, скажем, спрос на новости, на продолжение новостей, на развитие новостей, то есть влиять на потребителя. Здесь я с вами совершенно согласен. Но вы меня спросили о том, какого должен быть принцип селекции новостей. Принцип селекции новостей должен быть, прежде всего, такой. Вы создали свою аудиторию, дальше начинаете над ней работать, это понятно. И действительно, может быть, вы убеждаетесь в том, что ей это интересно. Но здесь всегда традиционный вопрос, конечно, всех журналистов, медиа-менеджеров, что было раньше, так сказать, курица или яйцо, спрос или предложение. Но это вечный спор. Конечно, можно формировать вкусы, можно создавать и нужно создавать свою аудиторию. В этом я не вижу совершенно никаких проблем. Это сложно. Для этого надо еще и обладать таким видением, которое, ну, если хотите, предвидением, да, то есть нужно смотреть куда-то дальше, чем завтра. И понимать, что, какие тренды, в том числе, кстати, психологические, будут для людей близки, какие-нибудь... Что будет происходить с людьми, с их представлением о себе, о жизни. В этом смысле, да, Джобс, конечно, очень интересная фигура. Но он, как мне кажется, продавал не только, даже не столько гаджеты, но стиль жизни определенный. И в этом смысле... Ну, формировал спрос. Да, да, да. И в этом смысле он, конечно, уникальный бизнесмен. И сейчас вот мы видим, что без его вот этого видения особого... Компания продолжает продавать айфоны там и все остальное, но у Apple проблемы. Последнее время мы видим это. И я думаю, что... Даже с конгрессом. Я думаю, проблема в том, что, да, вот уходит этот лидер. И это, кстати, знаете, вообще, мне кажется, проблема вот таких харизматических бизнес, да и политических лидеров тоже. Это их такое присутствие в жизни, там, экономической или какой-то еще, которое порождает зависимость компаний, например, от этих людей. И когда они по той или иной причине, так сказать, покидают либо компанию, либо, вот, к сожалению, в случае с Джобсом, так сказать, наш мир, все оказываются абсолютно в растерянности, потому что, оказывается, на этом человеке очень многое держалось. Ну, вот, мне кажется, это такой интересный момент для бизнеса. Да, вот, это давняя дискуссия, она с 80-х годов ведется, вот, этот, так называемый звездный CEO, звездные, так сказать, президенты компаний, они плюс или они минус? Потому что, грубо говоря, создают ли они институты внутри компании, структуру внутри компании, которые позволяют им дальше развиваться? И то же самое, кстати, в политике. Харизматический лидер, это всегда... То есть создают ли они школу или просто звезда пролетела и упала? Да, звезда пролетела и упала. Да, это проблема, я думаю, что, ну, что ж, в медиа такое тоже существует. Ну, у нас это, по-моему, называется проще. У нас ведь подход какой? Незаменимых людей нет? Вы сторонник такого подхода? Жорж Климанцо как-то сказал, что на кладбищах лежит полно людей, которые себя считали заменимыми, незаменимыми, но их всех заменили. И вот я думаю, что такой подход, конечно, иногда имеет право на существование, иногда имеет право на существование, другой подход, иногда действительно без какого-то видения, без какой-то харизматического лидера невозможно развивать, ну, например, бизнес. И мне кажется, вот для любого лидера вопрос того наследия, которое он оставляет, очень важен. Создает ли он структуры, создает ли он институты, если мы говорим о политике. И как они потом работают тогда, когда по каким-то причинам он там уходит, что-то делать с другом, если это в бизнесе, в другой компании, например. Вот от этого, мне кажется, многое зависит. А сегодня я, так сказать, вот наблюдаю, например, о бизнесе, причем международном бизнесе. Очень часто мы видим, да, люди перемещаются из, я не знаю, фармацевтической промышленности в автомобильную, из автомобильной потом, словно говоря, в производство гаджетов. И, в общем-то, по сути дела, что это означает? Что человек смотрит там на финансовые показатели, он работает с акционерами, он работает, может быть, с инвесторами, но он не чувствует какого-то, ну, какой-то прямой связи, может быть, с тем, что делается. Ну, в дефицитных компаниях этого меньше. Ими, как правило, руководят люди с образованием инженеров. С профильным образованием. Да, да, геологи и так далее. И это, вроде бы, минус. С другой стороны, опять же, разворачивать, вот я как на BBC говорю, вы разворачиваете программу, разворачиваете проблему, смотрите на другой стороны, и говорите, хорошо, а если вот у вас, ну, условно говоря, как в нефти, да, там инженеры, 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 геологи, 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 геологи. А вот кто-то должен прийти, сказать, а вы знаете, вот вы должны вот сюда не смотреть, вы должны смотреть сюда, вот там лежит ваше будущее, кто-то со свежим видением. Это тоже необходимо в бизнесе, и это всегда латерея. Ну, наверное, с нефтяной компанией не самый удачный пример. Если вы возьмете туда кого-то из фармацевтики, это вам не пили, люди переходят, ну, может быть, не на позиции президентов, но, в общем-то... Ну, средний менеджмент, везде средний менеджмент. Но, в общем и целом, все больше и больше людей в глобальной экономике, в взаимосвязанной экономике, перемещаются даже в верхних эшелонах бизнеса из там сектора в сектор. И это, я думаю, этот тренд будет существовать. И здесь, наверное, важно во многом, в общем, психология человека, способен ли он, и это очень редкий случай, и это действительно такие лидерные пересчеты, способен ли некто прийти в компанию и, придя со стороны, не зная очень подробно, скажем, сферы, в которой она работает, сектора, посмотреть, ну, что-то, конечно, надо изучить, понять, сказать, смотрите, я предлагаю вам вот такой вектор движения, вы никогда не думали, что по нему вот в этом направлении можно идти, но я думаю, что стоит этого попробовать. Такой генератор идей, может быть, советник, такие люди вот наперечеты, они иногда угадывают будущее, и в этом смысле, конечно, это редкий случай, но за такими компаниями особенно интересно наблюдать. А в медийной сфере есть такие люди? Ну, я бы не хотел давать оценки своим сегодняшним коллегам, это мой принцип. Не, без имен, просто вот. Я думаю, что есть, несомненно, я думаю, что мы видели в последнее время, ну, мне кажется, минимум, пару проектов, которые были бы, которые можно назвать новаторскими, ну, я, кстати, скажу, что я считаю, что и Коммерсант ФМ это тоже, мы говорим с вами сегодня, в основном просто в общем радио, но, так скажу в порядке по скриптуму такого, или, так сказать, ремарки, что Коммерсант ФМ это абсолютно новаторский проект, это такой интересный, конечно, случай, когда новости предлагаются в большом количестве, мнения предлагаются в большом количестве, и картина дня для людей, которые интересуются политикой, экономикой, совершенно, на мой взгляд, иначе предстает. Они действительно видят ее в течение дня с самых разных точек, и это почти как панорамная камера, которая по студии летает, и, значит, снимает с разных углов то, что происходит вот в телевидении. Вот это то же самое, на мой взгляд, делает Коммерсант ФМ, надеюсь, будет продолжать делать. Но такие люди есть, мне кажется, их несколько больше было, таких вот харизматических лидеров, создававших новые проекты, может быть, чуть больше их было в 90-е годы, по понятным причинам, все было заново, все было вновь, все было с чистого листа. А мы не знали, что это невозможно. Да, и никто не знал, что что-то невозможно, да, то есть вот там, условно, если мы берем то же самое, там, старое НТВ, которое было действительно несколько лет совершенно фантастическим каналом, это, такие вещи не забываются. И такое бывает редко, ну что сказать, невозможно. Константин, должно вас прерывать, мы уходим на новостной перерыв. Снова программа «Парадокс» в эфире, с вами ведущий Степан Димуров, в гостях у нас Константин Эгерт, главный редактор Коммерсант ФМ, мы рассуждаем и о радиомедийной сфере. Вот хотелось бы просто продолжить наш разговор об этом и задать вам следующий вопрос. Вот вы долго работали в иностранных компаниях, в медийных компаниях. Сейчас вы, ну и до этого работали в российских медийных компаниях. Вот сейчас, в такой период зрелости, да, как говорил Никсон, я не виноват, российской медии или медийного пространства, это что, во все-таки еще это период зрелости или еще период такого младенчества. И чем вот отличается все это? В смысле в следующем, что на Западе, просто долго жил в Штатах, на Западе там совершенно четко видно подачи информации, что стаду нужно знать, чего стаду не нужно знать, и все работает совершенно смазанным хорошим рельсом. Такая махина информационная работает. А у нас, у нас как-то еще появляются какие-то станции, появляются какие-то люди, которые не совсем, по-моему, вписываются вот в эту махину, которая идет по одним и тем же рельсам. Не создается у вас впечатление такое? Что как-то у нас еще не все подглажено под одну гребеночку, не все четко, не все политкорректно. Смотрите, я рынок Соединенных Штатов знаю не так хорошо, но не согласился бы все же с тем, что в Соединенных Штатах медийские журналисты, наши коллеги, воспринимают свою аудиторию как стаду, но я не знаю, может быть, какие-то воспринимают, но по крайней мере точно не Нью-Йорк Таймс, не СНН и даже не Фокс Ньюс. Я думаю, что очень серьезное отличие нашего рынка от западного заключается в том, что прежде всего политическое давление на масс-медиа значительно выше, просто контекст другой политический. Это первое. У нас? Да, в России. Во-вторых, что тоже важно. А если не секрет, в чем он проявляется? Слушайте, ну, мы же хорошо понимаем, что в России существует... Телефон управи. Целый ряд методов, которыми можно, так сказать, попытаться, по крайней мере, убедить журналистов что-то делать, что-то не делать. Не будем вдаваться в какие-то большие детали на эту тему, но мы в праздничный для финансов ФМ эфир, но мы хорошо понимаем, что политический контекст другой. Россия страна, в которой тяжело и долго идет, и будет еще довольно долго идти, процесс создания политических структур демократического общества, создания институтов устойчивых, а значит и устойчивого места, устойчивого роли, точнее, для масс-медиа. Я, вы знаете, вот верю совершенно искренне в то, что средства массовой информации это... Четвертая власть немножко затертое понятие, но я в этом плане идеалист. Я считаю, что без журналистики совершенно невозможно функционировать нормальный журналистик, невозможно функционирование нормального общества. Мне кажется, что в Соединенных Штатах особенно интересно то, как... уж коли вы про них спросили, насколько широк, в общем-то, выбор для аудитории, прежде всего в зависимости от политических пристрастий. Пожалуйста, если вы такой, там, сторонник Обамы, будете смотреть ABC и читать New York Times, если вы, скажем, не очень любите демократов, симпатизируйтесь республиканцем, пожалуйста, к вашим услугам Wall Street Journal и Fox News и радиостанции такие, где ведут ток-шоу, такие звезды, как Раш Лимбо, например, которые совершенно, так сказать, правые, даже ультраправые некоторые считают. Если вас интересуют проблемы, там, семьи, брака и вообще такой религиозной идентичности, пожалуйста, у вас СБМ есть, Christian Broadcasting Network, крупнейшая, значит, вещательная сеть христианская, а в Соединенных Штатах она же международная, по сути дела. То есть выбор весьма широк. И в России, как мне кажется, постепенно, конечно, идет тоже поиск своей аудитории, поскольку меняется общество. Общество в России становится менее однородным, вступает в жизнь совершенно новое поколение, которое во многом от журналистики хочет, может быть, наверное, уже другого хочет, чтобы она отражала какие-то новые реалии существования этих людей, этого первого постсоветского поколения, которое вот недавно вступило более-менее во взрослую жизнь. И это тоже будет, конечно, влиять на ситуацию. Но мне кажется, что для России очень важен какой-то такой еще момент, который существует, на самом деле, в определенной степени в Соединенных Штатах, но в России он очень, конечно, хорошо выражен. В России существуют государственные телеканалы, которые формируют представление о жизни, у, не знаю, может быть, 70 или 80 процентов населения. Понимаете, в этом смысле, что Соединенные Штаты, что Великобритания очень сильно отличаются, потому что нет такого мощного влияния телевидения на умы и сердца. В России, в этом плане напоминает Бразилию, вообще страны Латинской Америки. Там тоже телевидение доминирующее средством массовой информации, в чем не зависит от того, там, демократия, или там почти диктатура-то не осталось. А все равно вот телевизор это главное. И я думаю, что это вот как раз в определенной степени уникальность российской ситуации, потому что, получается, все остальные, кто не является федеральным телеканалом, мы сейчас вставляем за скобками их, там, идейное наполнение политическое, политическое воззрение и так далее. Просто вот у вас есть фактически такие гигантские монополисты, да, в сфере создания мнений. Точно так же, как, ну, крупнейший банк России, Сбербанк по-прежнему. Очень много банков. Но Сбербанк на их фоне выглядит действительно каким-то, так сказать, там, гигантской горой Келеманжаро. Да, и смотрит на всех сферах. Вот точно так же здесь. И мне кажется, это, конечно, принципиальное отличие от, там, ну, многих западных стран. И я думаю, что эта ситуация тоже, конечно, будет со временем меняться. Но, с другой стороны, это, наверное, требует от журналистов и от медиа-менеджеров больше изобретательности, лучшего понимания того, к кому они обращаются, с кем они общаются и какой будет результат этого. Например, наверное, у вас, у меня, огромное количество людей среди знакомых, которые вообще не смотрят телевидение. Это же вообще-то проблема, на самом деле, и проблема российской идентичности. Проблема, а что значит, проблема политическая. А смысл усмотреть, когда у людей начинается когнитивный диссонанс? Им говорят одно, а они видят другое. Смотрите, что происходит, Степан. У нас есть, там, большинство граждан, которые сформировали определенное представление о жизни путем просмотра государственных телеканалов. Оно такое иногда довольно дискретное, но определенные вещи, мы, наверное, понимаем, что они, в общем, как бы наличествуют одинаково. Ну, какая-то картинка, мозаика сложилась, оно существует. Да, мозаика такая есть, да. Ну, вот там есть, там, плохая Америка, есть хороший царь, плохие бояре, там всегда неважно, как царь приедет, на Атанске разберется. Ну, вот такой набор представлений определенных, архетипических, я бы сказал. Вот, и существует растущее, не большинство далеко, но растущее число людей, которое вот этому ничему не подвержено. Оно сформирует свои мнения на тему политики, экономики, культуры, чего хотите, через совершенно другие каналы. Они сидят в интернете, они слушают радио, они, может быть, еще некоторые даже читают газеты бумажные, такое тоже, наверное, есть. Но, в общем и целом, они совершенно отключены от той картины, которую сформировано у большинства людей в России. Это в долгосрочной... В процентном отношении. Даже не очень долгосрочной, а даже вполне заметной, такой близкой перспективе, это проблема. Потому что получается, сколько можно не смеяться о том, что вот есть там Россия телевидение, Россия интернета, но это все больше и больше так. И я, причем, не даю здесь никаких оценок, я говорю, что одни лучше других. Просто это факт. И о том, как ты смотришь на мир, то, каковы твои базовые представления, во многом формирует потом эту политическую позицию, действия жизни, и твою гражданскую активность, и твою экономическую активность, простите. И это, на мой взгляд, очень такой серьезный момент, потому что здесь, учитывая мощь масс-медиа в современном мире, учитывая то, что сегодня, нет такого понятия, там даже пришел домой, и пошел посмотреть телевизор. Нет, ну есть, конечно, но вы можете посмотреть, если хотите, у себя в телефоне. Все это вокруг вас, все это вас постоянно питает, и то, какую роль это играет в жизни российского народа, я же не пойду, так сказать, это очень серьезный такой феномен. Потому что, если у нас какая-то часть людей оказывается изолированной от большинства своими взглядами, при этом эта часть людей довольно влиятельна в силу своего там социального, экономического положения. Опять же, я не говорю, что какая-то там суперэлита, белая кость, но просто это люди, которые иначе смотрят на мир. Главная задача, это как найти точки соприкосновения между вот этим большинством и этим, между прочим, растущим меньшинством. Что у них общего, помимо рубля и русского языка? Это, на мой взгляд, гигантская проблема, потому что... А ей кто-нибудь занимается? Или это выгодно? Ей не заниматься, а ее только усугублять, потому что есть мир интернета, еще раз, да, где вы можете получить альтернативную информацию, а есть мир официальных масс-медиа. Значит, если мы говорим об интересах страны, об интересах нашего с вами будущего, то, конечно, эти две части общества должны найти дорогу друг к другу. И ответственная политическая позиция и ответственная позиция масс-медиа это не говорить, что вот эти белые, эти черные, а пытаться, если хотите, как-то эти две части российского общества сближать и объяснять, что и у тех, и у других есть законные интересы, есть свой взгляд на мир, и, может быть, одна часть может что-то интересное узнать у другой и наоборот. Еще стараться объяснить им, как устроен мир. Может быть, они сойдутся над этим. Может быть. Они могут смотреть просто спереди и сзади на одну и ту же вещь. Да, когда она на планету с двух сторон. На темную лию, светлую сторону луны. Спасибо вам огромное, Константин. У нас в гостях был Константин Эггерт, главный редактор Коммерсант-ФМ. Это была программа «Парадокс» и ведущий Степан Димура. Удачи!